Иду по тоненькой тропинке, среди душистых трав цветов, Живу я в сказочной глубинке, вдали от шумных городов. Стихи Татьяны Шимаковской уроженки деревни Нелоба пронизаны большой любовью к малой родине. Они стали своеобразным эпиграфом книги Анны Котовой «Деревня Нелоба», которую автор посвятила жителям небольшой деревеньки, что раскинулась в 10 километрах от Верхней Салды. Презентация второго издания книги прошла на минувшей неделе в кабинете главы городского округа Михаила Савченко. Радует, что на территории Верхнеслодинского округа живут люди, неравнодушные к судьбе малой родины, всей душой болеющие за сохранение деревни и памяти о ней. С такими энтузиазмами наши деревни будут жить. Анна Яковлевна Котова родилась и выросла в Верхней Салде, но в 1992 году приехала в Нелобу и проработала учителем русского языка и литературы в сельской школе без малого 20 лет. Книга стала признанием в любви к деревне и ее жителям. Работа над книгой длилась не один год. Материал собирался покрупиться. Автору удалось отыскать интересные факты о Нелобцах, защитниках Отечества. В 1808-1812 рекруты из деревни Нелоба призываются рекруты. Представляете, к богам кажется забытое маленькое деревушко. И Бабарыкин и Распопов призваны в рекруты. Для солдата было целое событие. Вы знаете, как это провожали в рекруты. Ну вот из нашей деревни вот так. Русско-японская война и старший унтер-офицер награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Распопов, это наша, так сказать, большая семья. Ну, у нас Распоповых было, значит, награжден Георгиевским крестом. И второй Распопов, Михаил Яковлевич, тоже награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Понимаете, то есть вот во все, так сказать, времена. Я уже не говорю там, естественно, что Великая Отечественная война. И Нелобцы, 98 только фамилии у нас увековечены на памятнике тех, кто не вернулся с войны. 35 фамилий мы установили, вот кто живые вернулись с войны. То есть всегда жители деревни были защитниками Отечества. Отдельные главы в сборнике посвящены сельским советам. В книге очень много говорится о сельских советах. Ведь, ну вот задумайтесь, 70 лет советская власть, да, 70 лет советам в деревне Нелоба. В 1920 году сельский совет уже был создан. И вот я когда анализировала, пришла вот к замечательному выводу. Вот тогда, в далекие времена, 1920 года, сельский совет решает вопрос. Думаете, какой? Один из множества вопросов. Об выдвижении женщины Ивановой Анны Павловны в уезд на празднование Дня Женщин. Представляете? Из какой-то деревни малюсенькой на празднование Дня Женщин. А в 1956 году решением совета, значит, наша доярка, Надежда Константинна Косарева, была направлена на выставку достижения народного хозяйства в Москву. И получила серебряную медаль. Это разве не признание труда простой женщины из села? И когда ей вопрос задали, как это вы столько надоело, она там, значит, победила, она так писала, надо очень любить свой труд. Так вот таких людей, которые очень любили свой труд и любят свой труд, в нашей деревне очень много. И было много, и много сейчас. Первый тираж сборника был небольшой, всего 25 экземпляров. Его Анна Котова издала на собственные средства. Второе издание стало возможным благодаря помощи неравнодушных жителей деревни, которые с удовольствием читали о своих земляках и решили оплатить еще один тираж. Помогли и городские власти, выделив из бюджета округа средства на дополнительный тираж. В знак благодарности за помощь и поддержку автор вручила экземпляр книги главе Михаилу Савченко, председателю Думы Игорю Гурееву и главе администрации деревни Нелоба Масхуду Мостакимову. В завершение встречи Анна Яковлевна выразила надежду, что ее книга придаст другим сельчанам импульс для исследований и составления родословных, которые помогут лучше узнать историю предков.